Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. Сразу хочу сказать, что это видео является перезаливом уже имевшегося, ранее на нашем канале видео, с абсолютно таким же названием и похожим содержанием. В данном ролике заменены и скорректированы по сравнению с оригинальным, несколько десятков фактов. Убежден, этот ролик будет весьма интересен и наполнен познавательными фактами о человеке. Почему мы перезаливаем видео? Дело в том, что в первоначальном ролике было несколько фактов на щекотливые, на мой взгляд, темы. Они не были чересчур откровенными или вульгарными, но для того, чтобы зрители разных возрастов чувствовали себя комфортно, при просмотре ролика о человеке, мы решили заменить несколько фактов, которые нам показались щекотливыми и неуместными. Итак, в этом видео, мы хотим рассказать несколько интересных фактов о человеке. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом. А если это видео вам понравится, просим поставить лайк после просмотра. Тело человека сложная структура, изучением которой ученые занимаются, уже многие сотни лет, но невозможно полностью охватить все аспекты, связанные с ним. Тем не менее, я подготовил для вас 300 самых интересных фактов о человеке, которые могут вызвать у вас настоящее удивление. 1. Вы не можете чихнуть с открытыми глазами. 2. У вас во рту столько же бактерий, сколько людей населяет планету Земля. А может, и еще больше. 3. Ваш волос может выдержать вес яблока. Размеры яблока ученые не уточняют. 4. Ваш отпечаток языка абсолютно уникален, помните об этом, когда показываете его плохим людям. 5. Кстати, именно язык – самая сильная мышца вашего тела. А не то, о чем вы горделиво подумали. 6. Внутренняя оболочка вашего желудка обновляется, каждые три дня. 7. Вы прочитали 300-страничную книжку, значит, ваши глаза преодолели дистанцию в один километр. 8. Утром вы всегда выше, чем вечером, потому что позвоночник, при ходьбе под весом тело сжимается, а ночью распрямляется. 9. В вашей пищеварительной системе столько кислоты, что с ее помощью можно запросто переварить железный гвоздь. Правда, экспериментировать не советуем, просто поверьте на слово. 10. Если вы перестанете бриться, то отрастите бороду в 9 метров. 11. Вы делаете примерно 23 тысячи вдохов в течение дня. 12. Ваш мозг становится легче, с каждым годом по мере того, как вы стареете. 13. Среднее время, в течение которого человек засыпает 7 минут. 14. Печень активнее всего разлагает алкоголь между 6 и 8 часами вечера. 15. Существует не 4, а 29 групп крови. Самая редкая из них относится к бомбейской подгруппе, она встречается у группы семей в Японии. 16. Живой мозг, как и весь организм человека, состоит на 75% из воды. Если же его вынуть и слить жидкость, то сухой остаток будет на 60% жировым. А практический вывод заключается в том, что для нормальной работы мозга человеку, необходимо выпивать в день от 2 до 3 литров воды. Обезвоживание негативно сказывается на всех его функциях, включая память. 17. У мальчиков, на языке намного меньше вкусовых рецепторов, нежели у девочек. Поэтому они все поливают кетчупом и майонезом и не надо на это обижаться. 18. За ночь вам снится не менее 7 снов. 19. Ваши волосы, те что на голове, живут от 4 до 6 лет. 20. Ваши уши, как у большинства людей, растут на протяжении всей жизни с жуткой скоростью, четверть миллиметра в год. 21. Вентиляция легких, число вдохов, умноженное на объем вдыхаемого воздуха, у здорового человека достигает 5-9 литров в минуту. 22. Половина объема ваших фекалий бактерии. 23. Вы производите примерно литр слюны ежедневно. 24. Кое-кто из ученых считает, что слюной, которую вы выработали в течение жизни, можно заполнить два бассейна. И слюной этих ученых, разумеется, тоже. 25. Ногти на ваших руках растут в 4 раза быстрее, чем на ваших же ногах. 26. За один день ваша кровь преодолевает дистанцию, в 19 312 километров. 27. У каждого 20-го человека имеется дополнительное ребро. 28. В течение дня вы выпускаете примерно литр газов, причем в двух вариациях с помощью отрыжки, либо с помощью пука. У нас все по-научному. 29. Вся ваша кожа весит примерно 3 килограмма. Не спрашивайте, откуда ученые об этом знают. 30. Кровь считается подвижной соединительной тканью, а не просто циркулирующей жидкостью. Это своего рода орган, поэтому организм рецепиента пытается его оторгнуть. 30. Переливание крови сопряжено с таким же риском, как и любая другая трансплантация органов. 31. Белый налет на языке, который вы видите утром умершие за ночь клетки. 32. Если все эритроциты человека уложить рядом, то получилась бы лента, три раза опоясывающая земной шар по экватору. 33. Размер вашего сердца примерно равен размеру вашего кулака. 34. Скорость сообщений, которые поступают в ваш мозг, около 360 километров в час. 35. Вашим глазам требуется примерно час времени, чтобы привыкнуть к темноте. После этого они становятся в 100 тысяч раз чувствительнее к свету. 36. Ваша девушка моргает в два раза чаще вас. Если собрать все ресницы, которые вы потеряли в своей жизни и сложить их в цепочку, ее длина составит не менее 30 метров. 37. Ваше сердце в течение года делает 35 миллионов ударов. 38. В волосах умных людей намного больше минералов, цинка и меди, чем в волосах дураков. 39. Каждый день вы теряете 2 миллиарда клеток кожи, каждый год 2 килограмма. А мама еще удивляется, почему вы так похудели. 40. На моргание тратится примерно 5 лет жизни. К счастью, одновременно с морганием, можно делать еще много всего другого. 41. В нашей крови, помимо гормонов, белков, глюкозы, электролитов, питательных веществ и т.д., содержится масса различных типов клеток, с определенными функциями. Среди наиболее значимых эритроциты, специфическая работа которых заключается в переносе гемоглобина и доставке кислорода к нашим тканям. Интересно, что человеческое тело производит свыше 2 миллионов эритроцитов в секунду, а во время стресса этот показатель может повышаться в 7 раз. Если вы напрягаетесь или у вас анемия, ваше тело приспосабливается, вытягивая больше кислорода из гемоглобина. Вот почему венозная кровь больных анемии имеет более темный цвет. 42. Рецепиент при переливании чужой крови получает, вместе с ней, ДНК донора. 43. Ученые предупреждают, что большинство диет для похудания способны сократить вашу жизнь на несколько лет, зато вы сможете очень легко похудеть, заведя в своем организме домашних питомцев глистов. 44. Увлекаетесь голоданием. Дело хорошее, но не голодайте больше одного дня, иначе обеспечите себе перманентные головные боли, слабость и вялость. Кроме того, голодание вредно для диабетиков и сердечников. 45. Вы можете различать до 10 миллионов различных цветов. Просто не хотите запоминать все эти названия. 46. Хорватский дайвер попал в книгу рекордов Гиннесса и побил личный рекорд по задержке дыхания. Он оставался под водой и не дышал в течение 24 минут и 33 секунд. Большая часть людей способна не дышать всего лишь минуту. 47. Древние египетские эскулапы использовали для лечения больных, помет пеликанов и мочу бегемотов, а древнегреческие доктора делали шприцы из мочевых пузырей животных и птичьих перьев. 48. Если вас мучают кошмары по ночам, возможно вы мерзнете во сне. Научный факт, чем холоднее в спальне, тем больше шансов увидеть дурной сон. 49. Когда-то вы были простой клеткой, в самом начале беременности вашей мамы. Клеточное существование продолжалось около 30 минут. А потом начались все эти пробки, проблемы, налоги. 50. Во время чихания, все процессы в вашем организме на секунду останавливаются. 51. В течение суток вы выделяете примерно литр желчи. 52. Вы можете не спать 10 суток, потом ничего хорошего не будет. Человек, надолго лишенный сна, страдает от галлюцинации и судорог, после чего умирает в муках. Такие дела. 53. Ваш желудок может вместить около 4 литров частично переваренной еды. 54. Вы можете в это не верить, но паутина действительно останавливает кровотечение. Жаль, что она не всегда рядом. 55. Длина вашего кишечника 9 метров. Вот, чем надо мериться. 56. Приблизительно 10% населения земли левши. 57. Мальчики левши встречаются в полтора раза чаще девочек левшей. 58. Если вы курите пачку сигарет в день, то за год вы выпиваете примерно пол чашки смолы. 59. Длина волос, которую вы теоретически можете отрастить в течение жизни, 725 километров. 60. При улыбке у вас работает сразу 17 мышц лица. При плаче 43. Не плачьте, а то перекачаетесь. 61. Вы родились без коленных чашечек, как и все дети. Чашечки появляются только в период от 2 лет до 6 лет. 62. В вашем головном мозге за секунду происходит 100 тысяч химических реакций. 63. Каждый палец на протяжении жизни сгибается около 25 миллионов раз. 64. Скорость распространения вашего чиха – около 161 километр в час. 65. Ваше сердце весит 220-260 грамм. 66. Ваш мозг генерирует в течение дня значительно больше электрических импульсов, нежели все телефоны мира. 67. У вас 2 миллиона потовых желез. 68. С каждым литром пота вы теряете 540 калорий. 69. А вообще, мужчины потеют на 40% больше женщин. 70. У вас голубые глаза. Значит, вы более чувствительны к боли в сравнении с теми, у кого не голубые. 71. В составе вашего организма 4 минерала апатит, кальцит, арогонит и кристаболит. 72. При ударах головой о стену теряется примерно 150 калорий в час. Вот он самый надежный способ похудеть. Однако, предупреждаем, подобные действия очень опасны для здоровья. 73. На одном квадратном сантиметре кожи находится 100 болевых точек, а всего их на поверхности около миллиона. 74. ДНК людей на 99,9% одинаковы. Отличия составляют лишь 0,1%. 75. 99% всего кальция в организме находится в зубах. 76. По твердости эмаль ваших зубов можно сравнить с кварцем. Известно, что даже лезвие сабли при ударе об эмаль тупится. 77. В течение суток ваше тело может выделить столько тепла, сколько хватит для того, чтобы довести до кипения 30 литров холодной воды. И пусть отключают горячую воду, сколько хотят. 78. 20 лет из 60 вы проводите во сне. Жизнь есть сон. 79. Ваш волос в 5000 раз толще стенок мыльного пузыря и в 20 раз паутины. 80. Ваши отпечатки пальцев сформировались еще на третьем месяце развития в материнской утробе. 81. Ваш пупок по-научному называется Умбеликус. Отличная кличка для кота, кстати. Дарим. 82. Вашего жира хватит на 7 кусков мыла. Как минимум. Плюс еще мы воду можем нагревать. Просто банно-прачечный комплекс какой-то. 83. Кровь человека составляет от 7 до 8% общей массы тела. 84. В вашей ДНК содержится около 80 тысяч генов. 85. Общая протяженность нервов нашего организма – 75 километров. 86. У полных женщин рождаются умные дети. Так что запретите подруге биться головой о стену. 87. В теле человека насчитывается от 100 до 160 миллиардов капилляров. Если бы можно было вытянуть их в одну линию, то ее длина составила бы от 60 до 80 тысяч километров, это в два раза больше длины земного экватора. 88. Самая распространенная пищевая аллергия в мире – аллергия на коровье молоко. 89. Жизнь половины человечества унесла тропическое малярии. 90. Смех ослабляет аллергические реакции. Жаль, что когда у нас аллергия, нам как правило не до смеха. 91. Для переваривания пищи желудок используют соляную кислоту. 92. Ваши уши и нос растут на протяжении всей жизни. 93. Ваши веки имеют кожу толщиной в 0,5 миллиметра, как волос. 94. Вы вспоминаете о событиях в 7 раз быстрее, чем они происходили на самом деле. 95. В вашем теле содержится столько хлора, сколько хватит для дезинфекции 5 бассейнов, два из которых, по всей видимости, наполнены вашей же слюной. 96. Температура ушей всегда ниже температуры тела на 1,5-2 градуса. 97. Рост ваших ногтей и волос активнее всего с 16 часов до 18 часов. 98. Новорожденный ребенок имеет примерно стакан крови во всем теле, тогда как внутри здорового взрослого человека циркулирует от 4 до 5 литров крови. 99. 85% всех людей имеют положительный резус-фактор, и если у женщины он отрицательный, а у мужчины положительный, есть риск возникновения проблем со здоровьем у ребенка. 100. Помимо прочего, тип крови подскажет, какая диета подходит вам лучше всего, а какой следует избегать. 101. Крупные артерии человека могут выдерживать давление в 20 атмосфер. 102. В Древней Греции люди жили в среднем, 29 лет, в Европе 16 века 21 год, 17 века 26 лет, 18 века 34 года, в начале 20 века около 50 лет, в середине 20 века около 70 лет, а в конце 20 века уже около 60 лет. 103. Закупорка или разрыв сосуда какого-либо участка головного мозга, ведет к отмиранию нервных клеток. Нервные клетки не оживают. Частично их функции берут на себя здоровые клетки. 104. На 1 квадратный сантиметр слизистой человеческого желудка, приходится 100 желудочных желез. Они расположены вплотную. 105. Подсчитано, что человек за всю жизнь потребляет 2,5 тонны белка, 1,3 тонны жира, 17,5 тонн углеводов и 75 тонн воды. 106. В теле человека до 3 кг минеральных солей, из которых около 83% входит в состав скелета. Поваренной соли в организме взрослого человека, около 300 г. 107. 20 аминокислот, из которых состоят белки, могут давать 2 триллиона 500 миллиардов комбинаций различных белковых соединений. 108. 15 г адреналина с избытком, хватило бы для всех людей земного шара. 109. Организм человека может выдержать нагрев до 44-44,5 градусов Цельсия и в редких случаях до 45. 110. Ударяясь о барабанную перепонку в человеческом ухе, звук колеблет ее, и она повторяет колебания воздушных волн. 111. Человек способен услышать звук, даже если барабанная перепонка под его воздействием отклонилась на расстояние, равное радиусу ядра атома водорода. 111. В одном кубическом миллиметре коры больших полушарий головного мозга содержится не менее 30 тысяч нейронов. Каждый из них может устанавливать связь с двумя пятью тысячами других нейронов. 112. Если считать эритроциты человека со скоростью 100 штук в минуту, то для того, чтобы пересчитать их все, понадобится 450 тысяч лет. 113. В один день костный мозг производит 320 миллиардов эритроцитов. 114. Лейкоциты, рождаясь в костном мозге, селезенке и лимфатических узлах, живут от нескольких часов до нескольких лет. 115. Кровь отличается, удивительным постоянством состава некоторых веществ. Так, белка от 5% до 8%, сахар от 0,07% до 0,12%, общее количество солей 9,9%. 116. Полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд, у ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу, от 1500 до 2000 раз. 117. Масса сердца составляет 0,02%. Массы тела, однако на питание сердца затрачивается 0,20% всех энергетических ресурсов, которые потребляют все остальные органы. Ведь обмен веществ в сердечной мышце, происходит в 10-20 раз интенсивнее, чем в любом другом органе человека. 118. Углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, в 100 раз больше, чем в атмосфере. 119. Ежеминутно через сосуды мозга, протекает 3,25 литра крови, а общая длина всех сосудов полушарий, составляет 560 км. 120. Желчь человека почти не содержит ферментов, в отличие от других пищеварительных соков. 121. Человеческая печень, потребляет в 10 раз больше кислорода, чем равная ей по массе мышцы и выделяет больше тепла. 122. Через печень в течение 1 минуты, протекает 1,5 литра крови, а в сутки до 2000 литров. 123. На 1 квадратном сантиметре внутренней поверхности кишки 3-4 тысячи ворсинок. Каждая покрыта 3-мя тысячами клеток, которые, в свою очередь, имеют по 100 всасывающих трубок, поверхность всасывания в тонких кишках около 5 квадратных метров, то есть в 3 раза больше поверхности тела. 124. В человеческом теле нет участков, где бы не было белков. В крови и в мышцах они составляют 1,5, от их общей массы, в мозгу 1,12. Даже в эмаль зубов входит 1 сотая белков. В разных органах белки составляют 45-85% сухого вещества. 125. Половина всех белков нашего тела заменяется в течение 180 дней, а белки печени за период от 17 дней до 20 дней. 126. В клетках головного мозга человека содержится 80% воды, в мышцах 76%, в костях около 25%. 127. Масса всех, вместе взятых желез внутренней секреции одного человека, составляет 100 грамм. 128. Гипофиз связан с мозгом, 100 тысячами нервных волокон. 129. Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения, роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха. 130. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. 131. До 7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно. 132. Ваш череп состоит из 29 различных костей. 133. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км в час. 134. Требуется от 3 до 5 часов, чтобы пища прошла 3-метровый путь по тонкой кишке. 135. Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на средней собаке, углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, калия, чтобы выстрелить из игрушечной пушки, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 литров. 136. Сердце человека перекачивает около 220 миллионов литров крови в своей жизни. 137. 50 тысяч клеток в вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как вы слушаете этот факт. 138. У женщин сердце бьется быстрее, чем у мужчин. 139. Праворукие люди живут в среднем на 9 лет дольше, чем левши. 140. У людей в среднем столько же волос на теле, сколько у шимпанзе. Человеческие волосы просто намного короче и тоньше. 141. Человек забывает 90% своих снов. 142. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека, примерно 100 тысяч километров. 143. Весной частота дыхания в среднем, на одну треть выше, чем осенью. 144. К концу жизни человек запоминает в среднем, 150 триллионов бит информации. 145. 80% тепла человеческого тела уходит из головы. 146. Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже. 147. Чувство жажды появляется при потере воды, равной 1% от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а более 10% – к смерти от иссушения. 148. Люди – единственные существа, которые спят на спине. 149. Стоит отметить, что домашние животные, которые чувствуют себя в безопасности, тоже могут спать на спине, но в дикой природе – нет. 149. В среднем, 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. 150. Уникальные отпечатки пальцев имеют кроме людей еще и коалы. 151. Только 1% бактерий вызывает недуги у человека. 152. Зуб – единственная часть человеческого организма, которая не способна к самовосстановлению. 153. Среднее время, необходимое человеку, чтобы заснуть, 7 минут. 154. Правша большую часть пищи, пережевывает на правой стороне челюсти, и наоборот, левша – на левой. 155. Леворукость может переходить по наследству. 156. Аромат яблок и бананов помогает похудеть. 157. Кровь имеет температуру около 38 градусов Цельсия. Это немного теплее, чем средняя температура тела. 158. Среди людей, которые могут двигать ушами только одна треть, может двигать одним ухом. 159. Уберите от экранов арахнофобов, пожалуйста. Средний человек за всю свою жизнь, проглатывает 8 маленьких пауков. 160. Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма. 161. Глазное яблоко – самое, быстро заживающее часть вашего тела. 162. Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне, равна 195 килограммам. 163. Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов. 164. Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк. 165. Люди – один из немногих видов млекопитающих, которые, как ни странно, не производят собственный витамин С, из-за отсутствия определенного фермента. Другие виды млекопитающих, которые демонстрируют эту мутацию, принадлежат к основному подотряду приматов хаплорини, мартышки, обезьяны, долгопяты, а также летучие мыши, капибары и морские свинки. Все другие млекопитающие производят витамин С в печени. 166. Человек – единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии. 167. За время жизни кожа человека сменяется примерно тысяча раз. 168. Вам не нравится звук записанного вами голоса, потому что в нем отсутствуют низкие частоты, к которым вы привыкли. 178. Когда вы говорите, вы слышите свой голос, который в виде звуковых волн передается по воздуху в ваши уши. Он также проходит через ваш череп, и этот механизм костной проводимости передает низкие частоты лучше, чем воздух. Ваш записанный голос имеет только звук с минимальным количеством низких частот, зафиксированных в воздухе. Это вызывает диссонанс между тем, как, по вашему мнению, звучит ваш голос, и тем, каким он является на самом деле. Вот почему ваш голос при воспроизведении записи, почти всегда будет звучать выше, чем вы привыкли слышать. 169. Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины – ниже 120 см. 170. Если у одного из однояйцевых близнецов не хватает того или иного зуба, как правило, такой же зуб отсутствует и у другого близнеца. 171. Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта. 172. Ваш мозг регулирует силу ваших мышц. Если бы мышцы ваших ног сжимались в полную силу, они сломали бы бедро. 173. У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов. 174. Лейкоциты в организме человека живут в среднем 2-4 дня, а эритроциты – 3-4 месяца. 175. При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их насчитывается всего 206. 176. Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое. 177. Взрослый человек делает примерно 23 тысячи вдохов и выдохов в день. 178. Химическое соединение, ответственное за получение удовольствия присутствует в шоколаде. 179. Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень четвертого этажа. 180. Площадь поверхности легких примерно такая же, как у теннисного корта. 181. В возрасте 60 лет большинство людей теряют половину своих вкусовых рецепторов. 182. Сломать ключицу так легко из-за того, что она и предназначена для того, чтобы ломаться. Ключица как выключатель-блокиратор. Благодаря тому, что она ломается, энергия удара не попадает в позвоночник. 183. Во время полета человека в самолете, скорость роста его волос удваивается. 184. Один процент людей могут видеть инфракрасное, и один процент – ультрафиолетовое излучение. 185. Если вы заперты в полностью закрытой комнате, то вы умрете от отравления диоксидом углерода, а не из-за недостатка воздуха. 186. По статистике, лишь один человек из двух миллиардов перешагивает порог 116 лет. 187. Нормальный человек смеется пять раз в день. 188. В среднем человек говорит 4800 слов за 24 часа. 189. Сетчатка внутри глаза охватывает около 650 квадратных миллиметров и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток, 130 миллионов палочек для черно-белого видения и 7 миллионов колбочек для цветового зрения. 190. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно ходить 80 километров в день. 191. Кашель – взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 900 километров в час. Имеется в виду струя воздуха с разными каплями, которая вырывается из легких. Это выше скорости современного авиалайнера, так что не кашляйте против хода самолета, он может потерять тягу и упасть, шутка. 192. Немного меньшую скорость развивают наши слюни при чихании 177 километров в час. 193. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. 194. Кость в пять раз прочнее стали. 195. Врошие ногти – наследственная черта. 196. Явление, при котором от сильного света человек теряет способность видеть, называется снежная слепота. 197. Мужчины примерно в 10 раз чаще женщин страдают дальтонизмом. 198. В психиатрии синдром, сопровождающийся деперсонализацией, нарушением восприятия времени и пространства, собственного тела и окружающей обстановки, официально называется Алиса в стране чудес. 199. Почти половина всех костей человека находится в запястьях и ступнях. 200. Согласно канонам поликлита, окружность талии барышни должна быть в два раза больше шеи. Окружность голени равна шее, а окружность бедра составлять полторы окружности голени. Расстояние от пяток до талии обязано относиться к длине тела как два к трём. С учетом таких пропорций создавались классические античные статуи. 201. В соответствии с недавно проведенными исследованиями, при чрезмерных физических нагрузках, мозг начинает питаться молочной кислотой вместо глюкозы. Пот, именно с ним она обычно выделяется. Изменения следуют незамедлительно. 202. От чрезмерного употребления пива, нарушается гормональный баланс всего организма, из-за этого начинают образовываться жировые отложения, в районе брюшной полости и на многих других участках тела, причем у всех по-разному. 203. Запах пота это последствия жизнедеятельности микробов. Большинство живых организмов имеют свой, неповторимый запах, который зависит только от микробов. Простейший способ избавиться от большинства запахов на непродолжительное время, это промыть перекисью водорода. 204. Белых людей на Земле осталось менее 8%. 205. Продолжительность пребывания человека без воды в значительной мере, зависит от температуры окружающего воздуха и режима двигательной активности. Так, например, находясь в состоянии покоя в тени, при температуре от 16 до 23 градусов Цельсия, человек может не пить в течение 10 дней. При температуре воздуха 26 градусов Цельсия, этот срок сокращается до 9 дней, при 29 градусах Цельсия, до 7 дней, при 33 градусах Цельсия, до 5 дней, при 36 градусах Цельсия, до 3 дней. Наконец, при температуре воздуха, 39 градусов Цельсия в покое человек может не пить ни более 2 дней. Разумеется, при физической работе, все эти показатели значительно сокращаются. 206. Самая маленькая кость в организме человека, так называемая наковальня, находится в барабанной полости среднего уха. Она относится к трем слуховым косточкам, которые переводят звуковые волны воздуха в слуховое восприятие. 207. Многочисленные исследования показали, что мужчина проглатывает одним глотком в среднем 21 мл жидкости, а женщина – 14 мл. 208. Волосы растут со скоростью 0,35-0,40 мм в сутки. За день наша шевелюра удлиняется, если подсчитать общий прирост длины волос, метров на 30. 209. Человек использует только малую часть своей памяти, от 5% до 10%, причем много и часто забывает. Известно, что память человека избирательно относится к воспоминаниям. В памяти происходит наслоение похожих событий, поэтому становится сложнее выбирать из массы глобальных воспоминаний события единственные, в своем роде. Поэтому память редактирует воспоминания, вырезая лишнее. Многочисленные исследования показали, что пожилые люди гораздо лучше помнят то, что происходило с ними в детстве и юности, чем события, которые они переживали в 40-50 лет. Известно, что существует, так называемый, парадокс отпуска, когда согласно субъективному восприятию, время в отпуске пролетает, как один день, а уже позже, когда человек возвращается к воспоминаниям, то перед ним возникает насыщенная яркими событиями ретроспектива. 210. Человеческий нос устроен так, что вдыхаемый воздух почти вертикально поднимается вверх и достигает окончание обонятельного нерва. При этом левая половина носа обладает более высокой остротой обоняния, чем правая. Это связано с естественной кривизной перегородки, отделяющей правую половину носа от левой. У большинства людей она искривлена вправо. 211. Ученые подсчитали, что человеческий взор перемещается за день 100 тысяч раз. 212. Если человека лишить одного из чувств, то через несколько дней, а то и часов мозг начинает перераспределять неиспользуемые ресурсы, повышая восприимчивость оставшихся органов чувств. 213. Есть люди, которые больше любят тишину, но абсолютная тишина для человека губительна, в звуковом вакууме он выдержит не больше 40 часов. Нейрофизиологи вместе с музыкантами, утверждают, уши это ворота мира. Возбуждение, на которое реагируют клетки мозга, отвечающие за слух, в 10 миллионов раз слабее, чем возбуждение, которое необходимо для передачи в мозг информации о прикосновении к коже. На наше эмоциональное состояние гораздо сильнее влияет то, что мы слышим, чем то, что мы видим. 214. У людей пессимистичных, склонных к депрессиям, не смеющихся даже в самых комичных ситуациях, в крови повышено содержание холестерина. 215. Смех отличный помощник иммунной системы. Именно смех дает нам гармонию жизни, окрашивает ее в яркие цвета, именно смех решает максимальную долю проблем, связанных со здоровьем и человеческими взаимоотношениями. Смех – это эликсир жизни, данный нам самой природой, и совершенно бесплатный. 216. Согласно последним исследованиям, парни, у которых безымянный палец длиннее указательного, имеют склонность к математике. У девушек же, если безымянный палец короче, то это говорит о хороших вербальных способностях. Эти же исследования добавляют, что уровень тестостерона при формировании зародыша влияет на длину пальцев и умственное развитие. 217. Исследования показали, что активный, от всей души плач в течение 15 минут способен снять напряжение, накопившееся за целый год. Причем это в равной степени относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Следует упомянуть и о химическом составе слезной жидкости. Она содержит большое количество веществ, благоприятно действующих на кожу. Они способны очищать ее, действовать даже в качестве противоаллергического и противовоспалительного средства. И вот здесь правомерно возникает почти риторический вопрос, а не потому ли, что женщины чаще плачут, они как правило медленнее стареют, и зачастую выглядят намного лучше своих ровесников мужчин. 218. Голос – визитная карточка человека, именно поэтому в крупнейших банках мира многие сейфы запрограммированы не на фразу пароль, а на голос владельца. Чуть какой-то обертон, отклонился в сторону и заветная дверца ни за что не откроется. В Старой Италии существовал обычай, по которому в паспорте в числе прочих примет человека указывался и тембр его голоса. Считается, что тембр голоса является природным свойством человека, и его изменить нельзя. В определенной степени это справедливо, особенно для речи, поскольку обычно каждый говорит в удобной для себя манере, не пытаясь изменить природную окраску своего голоса. Особый нюанс – эмоции гнева и страха делают возраст разговаривающего человека максимальным, а эмоции радости и нейтральное звучание представляют его более молодым. 219. Считается, что, по поводу и без него 2-3 раза в месяц, плачут 74% женщин и 20% мужчин, правда последние никогда не признаются в этой слабости. От боли плачут 36% женщин и 25% мужчин, от любви и связанных с нею переживаний – 41% женщин и 22% мужчин. 220. Самую длинную шею имеют женщины из племени Падаунг или Карени. Специально для того, чтобы удлинить себе шею, они на нее, шею, надевают кольца, с которыми никогда не расстаются. В результате этого шея у женщин этого племени и действительно сильно увеличиваются в размерах. Так, например, наибольшая длина шеи, записанная в книге Гиннесса, составляет 40 см. 221. Исследования, проведенные на нескольких десятках тысяч человек, установили, что в 70% случаев круг друзей индивидуума отличается аналогичной комплекцией, то есть большинство друзей у полных полные, у худых худые. Причем между друзьями одного пола эта корреляция сильнее, чем у друзей противоположного пола. 222. Квадратный подбородок на квадратном, широком, лице типичен для материалистов. Закругленный подбородок часто встречается у чувствительных людей. Подбородок, выдающийся вперед, отличительная особенность волевого, уверенного в себе человека. Раздвоенный подбородок бывает у влюбчивых людей. Длинный подбородок намекает на острый ум его обладателя. 223. Все мы знаем, что нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, питерские ученые из Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова РАН установили, что продукты жизнедеятельности молочно-кислых бактерий, совершенно спокойно проживающих в человеческом кишечнике, способствуют превращению других клеток в те самые, нервные. Пока эксперимент удался только на уровне клеточной культуры, но не исключено, что молочно-кислыми бактериями можно будет восстановить нервную систему целого человека. 224. Из результатов исследований канадских ученых-психологов из Университета Альберты, расположенного в Эдмонтоне, выходит, что соотношение длины указательного и безымянного пальцев, может свидетельствовать об уровне агрессивности и поведения людей. Итак, чем короче указательный палец мужчины по сравнению с безымянным, тем более шумно и агрессивно он себя ведет. У женщин подобной закономерности не выявлено. 225. Когда вы плачете и из носа начинает течь, это на самом деле тоже ваши слезы. 226. Вопрос, может ли появиться на затылке целлюлит? Ответ, может, от стресса, причем сопровождаться будет болью в шее, руках и плечах. 227. Продолжительный стресс усиливает давление мышц головы и шеи на позвоночник. В результате позвонки смещаются, сдавливая шейные и плечевые нервы. Появляются боли воспаления, которая способствует скоплению лимфатической жидкости. Результат непременно отразится на состоянии кожи. 228. В настоящее время учеными составлены подробные карты функций коры головного мозга. Так, затылочная область отвечает за зрение, в височной доле головного мозга располагается зона, связанная со слухом, причем различают зону речевого слуха, расположенная в верхней височной извилине, зону слуховой памяти, средняя височная извилина и так далее. В нижней лобной извилине располагается зона речевых движений, в задней центральной извилине зона кожной, болевой и температурной чувствительности. 229. Причины лунатизма до сих пор неизвестны. Медики полагают, что они могут быть генетическими, потому что болезнь обычно передается из поколения в поколение. Среди детей лунатизмом страдают до 15%, среди взрослых от 1% до 4%. 230. Спектроскопические исследования показали, что в человеческом организме содержатся различные металлы. В сердце – медь, алюминий, железо. В легких – медь, алюминий, титан. В поджелудочной железе – кобальт, никель, свинец. В печени и почках – медь, свинец, серебро. В селезенке – серебро, олово, медь. В мозгу – олово. В щитовидной железе – олово, серебро, медь, свинец – цинк. Известь делает кость твердой. Если у взрослого человека известь составляет около 2 третей веса скелета, то у стариков – почти 7 восьмых. 231. Природа распорядилась в строении человеческого тела следующими пропорциями. Длина четырех пальцев равна длине ладони, 4 ладони равны стопе, 6 ладоней составляют 1 локоть, 4 локтя – рост человека. 4 локтя равны шагу, а 24 ладони равны росту человека. Если вы расставите ноги так, чтобы расстояние между ними равнялось 1,14 человеческого роста и поднимите руки таким образом, чтобы средние пальцы оказались на уровне макушки, то центральной точкой тела, равноудаленной от всех конечностей, будет ваш пупок. 232. Пространство между расставленными ногами и полом образует равносторонний треугольник. Длина вытянутых рук будет равна росту. Расстояние от корней волос до кончика подбородка равно 1,10 человеческого роста. Расстояние от верхней части груди до макушки составляет 1,6 роста. Расстояние же от верхней части груди до корней волос – 1,7 роста. Расстояние от сосков до макушки составляет ровно четверть роста. Наибольшая ширина плеч – 8 часть роста. Расстояние от локтя до кончиков пальцев – 1,5 роста. От локтя до подмышечной ямки – 1,8 роста. Длина кисти – это 1,10 роста. Начало гениталий находится как раз посредине тела. Стопа – 1,7 часть роста. Расстояние от мыска ноги до коленной чашечки равно четверти роста, а расстояние от коленной чашечки до начала гениталий также равно четверти роста. Расстояние от кончика подбородка до носа и от корней волос до бровей будет одинаково, и подобно длине уха, равно 1,3 человеческого лица. Безусловно, думаю, это во многом ориентировочные значения. Подробнее об этом можно прочитать, набрав в поиске «Витрувянский человек». 233. Средневековые врачи при сомнениях в диагнозе ставили диагноз «сифилис». 234. В теле взрослого человека – около 75 км нервов. 235. Одно глазное яблоко весит 28 граммов. 236. Наши глаза воспринимают печатную информацию с компьютерного экрана на 25% медленнее, чем с бумажного листа. 237. Если бы люди росли всю жизнь, то их средний рост составлял бы 6 метров, а вес – 255 кг. 238. Заткните нос, за всю жизнь мужчина выпускает газы, 209 тысяч раз, а женщина – 232 тысячи раз, но не судите прекрасных дам строго, они просто живут дольше мужчин. 239. Волос можно растянуть на 1 пятую его размера, и после этого он возвращается к своему состоянию. 249. Волосы обладают гигроскопичностью, то есть способны впитывать влагу, это обусловлено структурой волос. 241. У рыжих самые густые волосы, но их меньше, чем у других. 242. Волосы в основном состоят из белков. 243. Волосяная луковица имеет 3 фазы жизни. Аноген – фаза роста волоса, катоген – переходная фаза, телоген – фаза покоя. 244. Женщины менее склонны лысеть, чем мужчины, потому что корни женских волос сидят в коже на 2 мм глубже, чем у мужчин. 245. Кожа человека на 95% покрыта волосами. 246. Волосы у чернокожих самые крупные из всех, могут быть в 3 раза толще, чем светлые. 247. По прочности волосы сравнимы с алюминием, и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм. 248. В мире насчитывается 300 тысяч средств, от выпадения волос больше, чем средств от любой другой болезни. 249. Во сне человек сжигает больше калорий, чем во время просмотра телевизора. 250. Человек состоит из более чем 100 триллионов клеток. Для сравнения, в слоне примерно 6,5 квадриллионов клеток. 251. Точно указать количество мышц невозможно. Специалисты насчитывают у человека от 400 до 680 мышц. Для сравнения, у кузнечиков около 900 мышц, у некоторых гусениц до 4000. Общий вес мышц у мужчины составляет около 40% от веса тела, а у женщины около 30%. 252. В спокойном состоянии, лежа, человек потребляет за сутки 400-500 литров кислорода, делая 12-20 вдохов и выдохов в минуту. Для сравнения, частота дыхания лошади – 12 дыхательных движений в минуту, крысы – 60, а канарейки – 108. 253. Средняя нормальная острота зрения, составляет 0,03 угловой минуты, то есть глаз способен различить хорошо освещенный предмет поперечником в 0,1 мм на расстоянии 25 см. Но если предмет сам светится, он может быть и значительно меньше. 254. Дырочка диаметром в 3-4 тысячные доли миллиметра, проколотая в листе жести, за которым зажжена лампочка, хорошо различается нормальным глазом. 255. Палец способен ощутить колебания амплитудой в 0,0 тысячные доли миллиметра. 256. Во внутренней мухе около 25 тысяч клеток, реагирующих на звук. Диапазон частот, воспринимаемых слухом, лежит между 16 Гц и 20 тысячами Гц. С возрастом он сокращается, особенно за счет снижения чувствительности к высоким звукам. К 35 годам верхняя граница слуха падает до 15 тысяч Гц. 257. Ухо наиболее чувствительно к диапазону 22300 Гц. Лучший же музыкальный слух, способность различать высоту, приходится на область 80-600 Гц. Здесь наше ухо способно различить, например, два звука с частотой 100 Гц и 100,1 Гц. Всего человек различает 3-4 тысячи звуков разной высоты. 258. Мы осознаем звук через 35-175 миллисекунд после того, как он дошел до уха. Еще 180-500 миллисекунд требуется уху на то, чтобы настроиться на прием данного звука, достичь наилучшей чувствительности. 259. Женщины, которым в роддоме приносят чужих младенцев, по запаху определяют подмену. Новорожденные тоже отличают ее от любого другого человека по запаху. 261. Чтобы описать геном человека понадобится печатать 60 слов в минуту, по 8 часов в день на протяжении 50 лет. 261. Клетка человеческого мозга может содержать в 5 раз больше информации, чем целая энциклопедия. 262. За жизнью человека вырастает 30 метров ресниц. 263. Человеческий скальп покрывает около 100 тысяч волос. 264. В среднем человек моргает 6 миллионов 205 тысяч раз в год. 265. Одиночество тяжелее всего переносится между 8 и 10 вечера. 266. У человека 6 основных органов чувств – обоняние, осязание, кожная чувствительность, зрение, слух и орган равновесия. Вкус, слух и обоняние наиболее обострены между 5 и 7 часами дня. 267. Тонкость восприятия вкуса зависит от температуры пищи. Острее всего воспринимается вкус при температуре еды – 24 градуса Цельсия. 268. О тибетских ламах врачах ходили легенды. Лишь тот, кто успешно скальпелем рассекал вдоль человеческий волос, мог стать ассистентом хирурга, а чтобы стать самим хирургом, нужно было рассечь волос еще раз. 269. Чувство усталости появляется при нагрузках – 35% – 65% от абсолютных возможностей. 270. Активность сердечно-сосудистой системы максимально к 18 часам, минимально в 3-4 часа ночи. 271. Биологические качества потомства возрастают от первого к четвертому ребенку, потом падают. 272. Здоровье – не только физическая сила, но и душевное милосердие. 273. При обычном дыхании человек вдыхает 500 кубических сантиметров, при игре на духовом инструменте – 3500 кубических сантиметров. 274. Состав плазмы крови напоминает состав воды доисторических праморей, в которых зародилась жизнь. 275. Для молодого человека норма энергозатрат – 3000 килокалорий. Из них 1700 – основной обмен веществ, 170 – пищеварение, и 1130 – на мышечную работу. 276. Мозг не способен чувствовать боль, так как в нем нет болевых рецепторов. 277. Мозг человека примерно на 60% состоит из жира, поэтому является самым жирным органом. 278. На высоте человеческий мозг продуцирует интересные галлюцинации, связанные с кислородным голоданием. Во многих религиях есть упоминания о видениях пришедших людям, находящимся в горах. Альпинисты, поднявшиеся на высоту более 2,5 километров, рассказывают о невидимых спутниках, о свете, исходящем от человеческого тела, о появлении собственного двойника, а также о беспричинам страхи. Так кислородная недостаточность вмешивается в мозговые функции. 279. Постоянные разговоры с малышом, а также чтение вслух способствуют развитию его мозга. 281. Ребенок сразу после рождения способен испытывать счастье, радость, страх и робость. Определенный стиль воспитания влияет на развитие этих эмоций. 281. За управление правой стороной тела отвечает левое полушарие мозга, а контроль над левой стороной принадлежит правому полушарию. 282. Мозг детей, которых обучали двум языкам до пятилетнего возраста, как показала томография головного мозга, изменяет свою структуру. Во взрослом состоянии их мозг имеет более плотное серое вещество. 283. Мозг в период бодрствования способен генерировать от 10 до 23 Вт энергии, такого количества хватит для питания небольшой лампочки. 284. Согласно исследованию одного миллиона студентов из Нью-Йорка, питание напрямую сказывается на работе мозга. Студенты, питающиеся обедами, в составе которых есть консерванты, красители и искусственные ароматизаторы написали тест IQ на 14% хуже, чем те, кто ел пищу без химии. 285. Более интенсивными являются воспоминания, которые спровоцированы ароматами, так как у них есть сильная эмоциональная связь. 286. Кажется, что легкие вполне симметричны. Однако это не совсем так, правая имеет три доли, а левая две, из-за того, что под ним располагается сердце. По этой причине правая легкая содержит большее количество воздуха. 287. Систематический прием алкоголя разрушает белок клаудин, препятствующий проникновению в легкие крови и других жидкостей. Недостаток клаудина в тканях приводит к пропитыванию легких жидкостью, в результате они не могут защищаться от инфекций, из-за этого у алкоголиков часто наблюдаются бронхиты и пневмонии. 288. В легкие городского жителя за 60 лет попадает 0,1 грамма различных металлов, 16 грамм пыли и 200 грамм вредных химикатов. 289. Благодаря брокколи и китайской капусте, то есть продуктам, содержащим изоцианаты, употребляемым минимум раз в неделю, можно снизить риск развития рака легких не менее, чем на 35%. 299. В легких есть воздух, заполняющий дыхательные пути, но не участвующий в газообмене, его называют воздухом мертвого пространства. Это примерно 150 мл. Для того, чтобы его периодически обновлять люди, делают глубокие вдохи или зевают. 291. Сердце начинает биться на четвертой неделе после зачатия и не останавливается, пока человек не умрет. 292. Водный смеситель на кухне должен быть включен, по крайней мере, 45 лет, чтобы пропустить такое же количество крови, какое прокачивает через себя сердце, за весь период средней продолжительности жизни. 293. Каждый день, в сердце тратится, столько полезной энергии на перекачивание крови, что ее вполне бы хватило, чтобы проехать на грузовике 32 км. А за всю жизнь это эквивалентно полету на Луну и обратно. 294. Частота сердечных сокращений плода в два раза больше, чем у взрослого человека, примерно 150 ударов в минуту. К тому времени, когда возраст плода достигает уже 12 недель, его сердце качает более чем 60 литров крови в сутки. 295. В организме новорожденного ребенка циркулирует всего лишь одна чашка крови. В системе кровообращения взрослого человека насчитывается более 4,5 литров крови, которые сердце качают во все ткани из легких в течение одной минуты, примерно 75 раз. 296. Древние египтяне считали, что сердце и другие важные органы можно перемещать по своему желанию внутри тела. 297. Платон предположил, что рассуждение – это работа мозга, но страсть зарождается в огненном сердце. 298. Термин «сердечный» возник в философии Аристотеля и обозначал то, что сердце собирает импульсы от всех периферических органов по кровеносным сосудам. Он был из тех представителей, которые думали, что мысли и эмоции возникают непосредственно в сердце. 299. Когда тело находится в состоянии покоя, то требуется, всего 6 секунд, чтобы кровь дошла от сердца к легким и обратно. Всего 8 секунд, чтобы дошла в мозг и обратно. И только 16 секунд для того, чтобы достичь пальцев и вернуться обратно к сердцу. 300. Средняя продолжительность жизни – 2 миллиарда 475 миллионов 576 тысяч секунд, мы говорим в среднем – 123 миллиона 205 тысяч 750 слов, выделяем 69 литров слез, сердце делает – около 3 миллиардов 300 миллионов ударов. В заключение мы хотим добавить один бонусный факт для тех, кто досмотрел ролик до конца. Дети растут быстрее всего весной. Вот такими у нас получились 300 интересных фактов о человеке. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом.